Обратно в Гейропу. Аркадий Бабченко. Великодуховность в кавычках оказалась страшнее уроков секс-просвещения. Помните этих красавцев? Семья Мартенс, которые продали дом в Северной Вестфалии и бежали из проклятой Германии от уроков секс-просвещения в великодуховную Россию. По программе переселения они получили дырявую халупу в деревне Кыштовка Новосибирской области на краю Васюганских болот. Хотели заняться фермерством, но очень удивлялись. Кругом говорят разруха чё-то, писать надо на улице, воды нету, дрова дорого, кредиты под 25 процентов. Это же немыслимо. Помните эту семейку? Так вот, папаша поехал в Германию, чтобы перевезти в духовную Кыштовку контейнер со своими накопленными в Северном Рейне вещами. Вернулся на Васюганские болота, быстро-быстро собрал шматьё, семью и на следующий день чус. Сбежали. От наших скреп. Обратно в свою гейруппу. К секс-урокам. Предатели. Либералы проклятые. Поздравляю, Херр Мартинс. Ваш идиотн-тест успешно пройден, блять. Я так и представляю прямо. Сидят они там сейчас, друг на друга не смотрят и думают, что это, блять, такое было? Там не было дорог? Там писать надо было в дырку в земле? Мама, какой странный поход придумали родители. Мама, я буду кушать всё, что ты дашь. Я не буду больше капризничать. Только, пожалуйста, не надо снова в кыштовку. Значит, кто не в курсе, да? Вот эта вот семейка, я бы сказал, наверное, какие-то больные люди. Вот родители явно больные просто на всю голову. Значит, их зовут Евгения и Луиза Мартинс. Они в декабре прошлого года, значит, в 2016 году они якобы сбежали из Германии, потому что здесь им детям преподавали, как они говорят, какие-то уроки секс-просвещения, которые их сильно травмировали. Прежде всего, родители, они, так сказать, верующие. Вот. И чтобы избежать вот этого всего для своих десятерых деток, они уехали в глухую деревню в Сибирь, в Новосибирскую область, в деревню Кыштопку. Ну и, значит, через буквально вот два месяца папаша решил вернуться назад за контейнером и неожиданно по свистку, так сказать, мамаша тихонечко-тихонечко собрала всех своих 10 детей, и они вылетели назад в ФРГ. Вот. И тут, значит, местная газета пишет, что это было так все неожиданно, что они хотели остаться. Вот. И тут вот даже такой комментарий, значит, в местной газете. Дом, где жили мартинсы, опять пустует. То есть, посмотрите на картинку, вот это называется дом, где жили, значит, мартинсы. Ну и еще тут вот пару фотографий, как, значит, замечательно они жили. Они хотели заниматься фермерством. Представьте себе, вот в этом месте, где минус 40 градусов, они хотели заниматься фермерством. И, значит, газета недоумевает, по какой же причине вдруг они вернулись назад. Представляете, вот если они в недоумении, как это так с ними могло произойти. А я скажу, по какой причине просто эти два сумасшедших, которые, кстати, молодыми попали в Германию. Они никогда в России не жили. То есть, может, детьми жили. Их родители вывезли. Они поженились уже в Германии. Все их детей родили в Германии. Потом они, значит, вступили здесь в конфликт с образовательной системой. Ну, потому что они повернуты на религии. Вот. И они решили, что, значит, наверное, насмотревшись телевизоры, естественно, раз они выступали здесь по Russia Today и во всех газетах, то они, вот, замороченные всем этим, они решили, так сказать, в духовную Россию, значит, в скрипоносную Россию поехать и повезти своих десятерых детей, где они, в общем-то, никогда в этих условиях не жили. Представьте, многодетная семья, значит, 10 детей, они здесь получали больше двух тысяч пособий ежемесячно только детское пособие. Только детское пособие больше двух тысяч. Я не знаю, тут папаша ненормальный работал или нет. Часто верующие семьи здесь вообще просто занимаются воспитанием детей. У них был уже дом отстроен, они все это продали, и они рванули. И два месяца им хватило для того, чтобы прийти в себя. Вот мне теперь интересно узнать, что они будут здесь мчать. Вот, на мой взгляд, они, конечно, вообще ничего больше мямлить не будут. Они засунут язык в определенное место и будут помалкивать. И будут, как верующие, молиться Господу, что Он их уберег или каким-то образом они еще смогли вернуться назад. Знаете, почему они сильно торопились? Потому что, если бы они остались больше года и так далее, у них были бы потом проблемы с возвращением. А так, в течение полугода ничего фактически не меняется. И они должны молиться на это государство, где здесь вот такие либеральные законы, и здесь такие сердобольные немцы, они, как всегда, всех прощают, и всем делают уступки, и вот их принимают, и принимают, и беженцев, и так далее. Я ничего не имею против беженцев. Но против вот таких людей, да, которые уже здесь жили, уже все получали, многодетные семьи получают кредит под 1,5%, да. Все у них было. Нет, они здесь все растоптали и поехали назад, и там давали вот эти все подлые, вонючие интервью. Что их здесь прижимают, что им здесь плохо. И вот таких людей, вот, на мой взгляд, назад брать нельзя. Им нужно создавать такие условия, говорить, так, шлюз, друзья, все, в один конец. Вот собрались в Россию, собрались в Сибирь, все, давайте, чухайте, и там оставайтесь. Ну, нет, естественно, дети здесь родились, соответственно, они автоматически граждане Германии, и по этому праву родители вернутся вот назад. Вот, пожалуйста. И когда мне потом кто-то начинает говорить, немцы возвращаются в Россию, я всегда говорю, друзья мои, это либо сумасшедшие, то есть полностью сумасшедшие, либо запутавшиеся, тоже бывает такой момент, или вот какие-то неисправимые романтики, которые сами не знают, что они делают. Ну, вот пару месяцев на свежем воздухе, в декабре они приехали, вот январь посидели, в конце февраля они уже рванули назад. Хватает для того, чтобы прийти в себя. Но, конечно, вот в глаза вот этому папаше посмотреть, да, вот какой эксперимент он сделал со своими детьми. Вот несколько месяцев они пожили, так сказать, в аду. При минус сороковой температуре, с туалетом на улице, с дровами, со всеми делами, без школы, без ничего, вообще без ничего. Вот будущие фермеры, так сказать. Типичный пример вот таких людей, которые, живя в благополучной стране, в лучшей европейской стране, понасмотревшись вот этих всех российских телевизоров, едут, так сказать, в духовную страну. И все, теперь сексуроки их больше не пугают, все нормально, все стало на место. Все, нет никаких проблем. Теперь они договорятся, теперь они будут говорить, самая лучшая система. Я еще говорю, еще не дай бог, через какое-то время услышим от этих мартинцев, как они будут здесь самым большим патриотом. Вот бесит на меня немножко вот немецкие вот эти лояльные власти, что они прощают очень многое, и особенно вот таких людей. Получили свой номер, получили документы, получили все, нет насрая на голову и вот так поступили. Уже сидите в своей кыштовке, все, выбрали себе родину. Сидите, поднимайте там, давайте воспитывайте высокодуховных людей. Нет? Вернулись. Вот такие дураки бывают.